В начале своей карьеры он мыл машины и выгуливал собак. Сейчас мы знаем его как одного из самых успешных продюсеров в мире. Кто такой Кевин Файги? И как ему удалось захватить Голливуд? Спасибо, Кевин Файги! Люблю тебя, Кевин Файги! Спасибо, МСУ! На канале уже есть ролик про банкротство, благодаря, или даже вернее сказать, из-за которого мы сейчас видим, как Сони снимают Мадам Паутину и Морбиуса. На что вы нас обрекли, Марвел? И также есть ролик об Ави Араде, который успел насолить кинокомиксам и помочь им. Два интереснейших ролика на канале уже лежат, можете посмотреть. Так вам будет лучше видна общая картина, если перед этим роликом хотите ознакомиться. Ну а сегодня поговорим про Кевина Файги, имя которого знает каждый гик. И это забавно, потому что, да, люди знают актеров очень хорошо, иногда даже сценаристов и режиссеров, но имена продюсеров мало кто запоминает и знает их в лицо и чем они вообще занимаются. А вот имя Кевина Файги уже на слуху, потому что именно он толкает киновселенную Марвел вперед, и все и благодарят его, и ругают за то, что какой-то очередной проект Марвел провалился. Вот будем разбираться, что и как, и как он к этому посту пришел, и кем он был до этого. Давайте начинать. Детство Для того, чтобы понять, почему Кевин Файги стал великим продюсером и его хвалит весь Голливуд, нужно понять, в какой семье он вырос. Мэрилин Шорт и Тим Файги обручились в 1970 году в штате Огайо. Об их свадьбе даже писали в местной газете. Мэрилин – выпускница одного из самых престижных университетов в мире – Норф-Вест-Юниверсити. А Тим обучался в старейшем вузе США – Гарварде. После свадебного путешествия на Бермуды, Бермуда, бэбэй! Молодожены переехали в Кембридж, чтобы Тим Файги продолжал обучение в Гарвардской бизнес-школе. 2 июня 1973 года у Мэрилин и Тима родился сын – Кевин Майкл Файги. Когда Кевину исполнилось 3 года, отец получил новую должность, и они были вынуждены переехать из штата Массачусетс в штат Нью-Джерси. До переезда отец Файги работал в организации, которая занималась всего лишь подготовкой празднования 200-летия США. Клевое дело. А позже стал работать в страховой компании Prudential, которая уже получал одно повышение за другим. Кстати, именно в штате Нью-Джерси, по мотивам фильма «Первый мститель», находился лагерь Лихай, в котором Стив Роджерс проходил военную подготовку перед тем, как стал Капитаном Америкой. А еще в Нью-Джерси жила главная героиня сериала «Мисс Марвел» Камала Хан, которая была одержима героями в плащах. Одержим был и Кевин, любимым фильмом которого был «Супермен» режиссера Ричарда Донора. Это, важно запомнить, сыграет еще в дальнейшем. Так, семья Кевина из большого и шумного Бостона перебралась в маленький и тихий Уэстфилл и поселилась в доме по адресу Бульвар 1722. Как вы понимаете, кадры из Ванда Вижн здесь тоже неспроста, и они еще сыграют в дальнейшем и должны навеивать вам некоторые ассоциации. Мать Кевина занималась тем, что открыла по этому адресу, где они жили, представительство фонда Ла Лечи Лига, который должен был заниматься тем, что обучал молодых матерей кормлению грудью. А за несколько лет до этого родилась сестра Кевина Лорен Кристин Файги. А пока отец взбирался по карьерной лестнице, мать Кевина занималась обустройством дома, воспитанием детей и готовкой. Один из ее фирменных рецептов был опубликован в газете штата Нью-Джерси. Если вам показалось, что сестра Кевина выглядит в точности как Кевин Файги, но только с длинными волосами, то вам не показалось. Мне тоже так показалось, потому что выглядит, как будто они просто клонировали друг друга, там все в семье так или иначе похожи, но зато тест ДНК делать не надо. Они семья. Кевин в начальной школе был защитником в местной команде по футболу под названием Хоукс, которая не раз побеждала в 1980 году. А еще он был призером конкурсов веснушек и костюмов. В первом он одержал победу за самую большую веснушку, а во втором за самый смешной костюм. Теперь смешные костюмы он показывает нам прямо в киновселенной Марвел. Но главным увлечением Кевина в те годы был телевизор. Индиана Джонс и Марти Макфлай были его друзьями, а их приключения мечтой. Поэтому, когда он узнал, что все показанное по телевизору нереально, разочаровался. Если этого не существует, значит, кто-то это придумал, и кто бы это ни был, у него самая лучшая работа в мире. Так появилась мечта. Снимать кино. И пока мы не убежали дальше по хронологии, выглядит это как сладкая американская мечта. Двое детей, отец работает, май дома, все прекрасно, в школе он играет, футбольный... Ну, то есть, как будто я смотрю фильм. Когда Кевин поступил в старшую школу, он начал записывать в блокнот каждый просмотренный фильм, хранить корешки от билетов и ходить только в те кинотеатры, в которых была определенная аудиосистема. Но интересовало его не только кино. Он любил учиться. Настоящий гик. В 1990 году Кевин был принят в организацию под названием Национальное общество. Чести. Звучит мощно, захотелось туда вступить. Но, к сожалению, она включает только старшеклассников с выдающимися академическими и общественными достижениями. В период с 1988 по 1990 год Кевин шесть раз попадал в число лучших учеников старшей школы Уэстфилда. А летом ранее упомянутого 1990 года Кевин работал в организации Уэстфилд Юнайтед Фонд, которая оказывает помощь семьям с финансовыми и психологическими проблемами. Результатом его работы стал видеоролик, который был использован в качестве рекламы фонда. Да, мало того, что он отлично учился, так еще и после занятий все свое свободное время он проводил на школьной телестудии. В 1990 году в старшей школе Уэстфилда была организована первая в истории школы видеосъемка выпускного вечера с помощью профессионального оборудования. Участие в съемке приняли шесть учеников, включая Кевина. Благодаря накопленному опыту и оборудованию Кевин и его одноклассники в дальнейшем участвовали в съемках мероприятий в рамках города и окрестностей. И доросло до того, что о них даже писали в местной газете. Я хоть в школе и не хорошо учился, а уж тем более не отлично, как Кевин Файги, но тоже занимался подобными штуками, делал презентации, снимал видеоролики. Но почему-то великим продюсером не стал, только столько спродюсировал Человек-паук-лотус. Просчитался, но где? Годом позже Кевин принял участие в качестве постановщика школьной пьесы Shadowbox. Постановку о больных онкологии можно было посмотреть в старшей школе Уэстфилда за 4 доллара. Давайте подытожим всю информацию. Кевин отлично учился, жил в хорошей семье, занимался в школьной телестудии, потом уже начал видеоролики снимать и школьные постановки как-то организовал. То есть, все в этом плане шло отлично и, ну, видно, парень куда-то растет, будет работать в кинобизнесе. Но еще очень важным пунктом в биографии Кевина Файги был его дедушка Боб. Роберт Эрл Шорт руководил подразделением Procter & Gamble, которое спонсировало производство мыльных опер. В каждом эпизоде зрителям показывали рекламу моющих средств. Отсюда и название. Роберт Шорт управлял процессом производства многих проектов. Среди них Поиск завтрашнего дня, шоу Дика Ван Дайка и на пороге ночи. Мало того, что Кевин был из достаточно обеспеченной семьи, классно учился, интересовался видеосъемкой, так еще и его дедушка был прародителем мыльных опер. Дорога в Голливуд была заказана как будто. Шоу Дика Ван Дайка вы сами знаете, это главный референс для Ванда Вижн. То есть, шоу Дика Ван Дайка отчасти делал и дедушка Кевина. Все связано. Роберт окончил Корнельский университет, а после, в конце 40-х, устроился в Проктер-энд Гэмбл. В начале своей карьеры он работал на радио, а его первым проектом был Путеводный свет, который выходил в эфир с 1937 года. И хочется еще один интересный факт пробросить. Вот в этой княженце из двух томов, которая рассказывает историю киновселенной Марвел, рассказывается, видимо, самим Кевином, что когда он стажировался, то он работал над путеводным светом. Не знаю, по блату он туда залетел, но забавно, что и дедушка работал, и он работал над мыльными операми. В 1952 году шоу перешло на телевидение, а вместе с ним и Роберт. В 50-е дедушка Кевина, ну, в кавычках, потому что он еще тогда был молодой, работал над проектами, которые выходили в прайм-тайм, то есть в классное время. Но в 60-е политика Проктер-энд Гэмбл изменилась в пользу выхода в дневное время. Ответственным за их выход назначили дедушку Кевина. Его работа заключалась в поиске новых талантов и контроле работы сотрудников студии, особенно сценаристов. Вот этот весь поиск новых талантов очень напоминает то, чем занимается сейчас сам Кевин на своей должности в Marvel Studios. Так, создатели проекта Другой мир делились подробностями работы с Робертом и его командой. По их воспоминаниям, взаимодействовать с представителями Проктер-энд Гэмбл было нелегко, ввиду множества запретов. Руководство запрещало затрагивать вопросы, которыми ежедневно задавались жители США в 50-х. Гомосексуальные отношения и война во Вьетнаме. И Роберт был уверен, что реакция зрителей будет однозначно, они просто переключат канал. Поэтому перед сценаристами стояла задача создать простую и увлекательную историю, за которой будет интересно наблюдать многие годы. Этим мыльные оперы уже напоминают комиксы, потому что читатели книжек с картинками по-прежнему. Уже сколько лет прошло, Супермен был больше 80 лет назад создан, 50 лет будет Росомахе, Человеку-пауку еще больше. То есть все эти персонажи уже существуют давно и как будто все истории были уже рассказаны. Но читатели появляются новые, истории появляются тоже новые, потому что приходят новые авторы и как-то по-новому со своим взглядом смотрят на их происхождение или на какие-то новые ответвления их истории. Вот, например, Человек-паук, вот да, зачастую он подросток и всем интересно как-то с собой это, ну, параллели проводить. Но сейчас, например, Человеку-пауку в Ultimate Солены 30 лет, он там только сейчас стал Четку-пауком, такой уже дядька. Но это привлекает, конечно, новых читателей, которые когда-то уже, может быть, знали о Человеке-пауке, но теперь смотрят на его историю по-новому. История персонажа дневных шоу может длиться десятки лет, помогая раскрыть его с различных сторон. Наблюдая за героем длительное время, зритель начинает видеть в нем друга или самого себя. Поэтому, когда приходит время с ним прощаться, зрителю становится сложно смириться с потерей и создателям приходится возвращать исполнителя роли под различными предлогами, несмотря на законченную историю. Вот это тоже напоминает многих известных персонажей, которые вроде как сначала умирают, а потом возвращаются. Они слишком популярны. В 1992 году вышла статья, в которой создатели мыльных опер прокомментировали возвращение героев на экран. Чаще всего зритель не видит тело, но даже если оно и было показано в кадре, то есть множество способов оправдать возвращение актера в шоу. Например, он может вернуться в роли злобного брата-близнеца. Вот это вообще как будто напоминает ртуть из Ванда Вижн. То есть, теперь для меня Ванда Вижн открывается еще с какой-то новой стороны, потому что, возможно, западный зритель это понимал, вот эти намеки, эти шутейки, а до меня они доходят только сейчас. Но я когда прочитал, такой, это же буквально то, что сделали в Ванда Вижн, они просто вернули, ну да, другого исполнителя роли ртуть под ртутью, но на самом деле это был не ртуть. Прикольно. По словам актрисы Дидри Холл, если зрители хотят вновь увидеть любимого актера, то средства не важны. А еще Холл вспоминает, как один популярный исполнитель вернулся к роли, несмотря на то, что ранее посежоты был зарезан, задушен и сварен в кислоте. Если люди любят персонажа, то они готовы закрыть глаза на многое. Эта цитата лично мне напомнила об одном известном персонаже, а конкретно о Железном Человеке, Тони Старке, Роберта Дауни-младшего. Зрители знают, что все, его арка завершена и завершена прекрасно, но они все равно хотят видеть его возвращение, они ждут его в каждом новом фильме, где появляется мультивселенная, что вот-вот он выйдет из портала, и мы увидим вот живого Тони Старка, Роберт Дауни-младший снова вернулся к роли, и они ждут этого в каждом новом фильме, потому что они любят этого персонажа, и, как и сказала Дидри Холл, не важны никакие деньги, можно заплатить ему огромную сумму, он вернется, а создатели заработают с этого еще больше денег. Такой эффект возможен лишь при условии, если у персонажа есть характер, и он интересен аудитории. В сериале Путеводный свет таким героем был Роджер Торп. Он был близок к смерти дважды, прежде чем окончательно встретил свою кончину. Обычно такое повествование вызывает раздражение у зрителей, но в случае с Торпом они восприняли это как личную утрату. А все сказанное сейчас выше является подтверждением того, что сама студия понимает, что персонаж популярен, и его нельзя убивать. Вспомните первых Мстителей, арка Железного Человека была завершена еще тогда, но потом ее начали просто по кругу еще раз крутить и довели до еще большего пика. То есть Железный Человек искупился в первых Мстителях, он спас всю планету, он летел с этой ракетой, но персонаж слишком популярен, его фильмы собирают очень много денег, зрители его любят, давайте-ка он спасется чудесным образом, покушает шаурму и все будет хорошо. Или шаверму, не ругайте там в комментариях. Близость мыльных опер и комиксов не только в их содержании, но и в реакции аудитории на них. В 80-е команда Роберта Шорта провела любопытное исследование. Они выяснили, что вот такие проекты, как мыльные оперы, они помогают людям социализироваться. Люди сплочаются в группы по интересам, общаются, обсуждают новые серии, обсуждают героев и их дальнейшее будущее в рамках этих сериалов. То же самое сейчас делает киновселенная Марвел, да и впрочем любой долгоиграющий сериал. В 1983 году Национальная Академия Телевизионных Искусств и Наук наградила Роберта Шорта премией Эмми за выдающиеся заслуги перед телевидением и обществом. Подытоживая этот блок, хочется сказать, что дедушка Кевина Файги, Роберт Шорт, он был великим человеком, он стоял у истоков мыльных опер, а мыльные оперы это и современные сериалы, в том числе, корейские дорамы, турецкие сериалы, которые популярны по сей день и становятся, обретают какую-то новую волну популярности, да, сейчас их называют типа Санта-Барбара, но это больше как Памперс или Ксерокс и прочее, ну то есть Санта-Барбара это тоже мыльная опера. И все до сих пор обсуждают, то есть смотрят, например, корейские дорамы, а кто там погиб, а кто вернулся, что случилось в этой аварии, то есть герои вроде уже должны были давно завершить свои арки, в каком-нибудь там еще пятом сезоне, но сейчас идет там пятнадцатый сезон и все нормально, они будут еще двадцать крутиться. Кевин Файги осознанно или неосознанно принял бразды правления у дедушки и теперь стоит у истоков новой волны мыльных опер, это кинокомиксы. Герои возвращаются, все по-новой, крутится туда-сюда, а зрители за этим наблюдают. Студенческие годы, стажировка и первая работа. В 1991 году, в возрасте 18 лет, Кевин окончил школу и переехал в Лос-Анджелес и подал заявление в университет Южной Калифорнии, который окончили Джордж Лукас и Роберт Зимекис. Упоминание этих людей, как вы понимаете, здесь неспроста. Кевин в детстве любил Индиану Джонса и Назад в будущее, а теперь он поступает в универ, где учились создатели этих проектов. Ему отказывали в поступлении пять раз, но на шестой раз он был принят. Свою первую работу в кино Кевин получил еще будучи студентом. Этой работой стала неоплачиваемая стажировка в компании Донор Шулер Донор Продакшнс. Вместе с Кевином стажировку проходил и Джефф Джонс. Если вы не знакомы с Джеффом Джонсом, то он любил комиксы, а также какое-то время был своеобразным Кевином Файги только для DC. Он работал над проектами, должен был выступать таким лицом, который объединяет все проекты и ведет какую-то общую хронологию и даже писал сценарий для несостоявшегося Бэтмена с Беном Африком. Ролик про это есть на канале. Донор Шулер Донор Продакшнс Компания, основанная в 1986 году режиссером Ричардом Донором и продюсером Лорен Шулер Донор. Несмотря на то, что любимый фильм Кевина в детстве снял Ричард, его больше привлекало то, чем занималась Лорен, а вот Джеффу была ближе деятельность именно Ричарда. Да, Джефф и Кевин выбрали разные направления, продюсирование и режиссура, но занимались они одним и тем же. Мыли машины, выбрасывали мусор, разогревали обеды, носили кофе, выгуливали собак, в общем, работали стажерами на полную. Но Кевин не жалеет и говорит об этом вот так. Нужно было показать руководству, что ты способен справляться с простыми задачами, прежде чем тебе поручить что-то более серьезное. Также на это смотрел и Джефф, примером для которого был Стэн Ли. Ли делал все возможное, чтобы довести любое дело до конца и дать понять людям, что они могут на него положиться. После окончания учебы Кевина, Лорен пригласила его на работу в качестве ее личного ассистента. Первым фильмом стал Вулкан с Томми Ли Джонсом в главной роли, но вот в соседнем павильоне проходили съемки более значимого фильма для кинокомиксов, это Бэтмен и Робин. Вот там Кевин и исполнил свою детскую мечту и побывал на съемках супергеройского кино. После фильма Вулкан у Кевина была еще одна подработка, фильм Вам почта с Мэг Крайан в главной роли, он должен был научить актрису пользоваться электронной почтой. Но по счастливой случайности компания доноров работала с Брайаном Сингером и Томом Десанта над проектом о Людях Икс. И в момент, когда Кевин работал в компании и был ассистентом, шла активная разработка сценария. Увидев черновики на столе, Файги был мгновенно впечатлен. Шулер Донор заметила интерес помощника и предложила поприсутствовать на встрече с командой. Именно это свело Файги и Марвел. Файги рассматривал разработку Людей Икс как невероятную возможность для его карьеры. Но в то время в Голливуде никто не верил, что кинокомиксы это вообще какой-то успех и круто. Ранее упомянутые Бэтмен и Робин в 1997 году фактически похоронили франшизу о Бэтмене на студии Warner Bros. Это был самый низкокассовый фильм за всю историю франшизы. Никто не верил, что Люди Икс будут иметь хоть какое-то значение в индустрии. Эта апатия стала для Файги возможностью. Он погрузился в работу над фильмом настолько, что Шулер Донор в конце концов отправила его в Торонто на съемки. Съемки фильма начались в сентябре 1999 года и продолжались до марта 2000. Файги оставался на съемочной площадке все это время и на собственном опыте испытал все преимущества и недостатки практической киносъемки. В том числе и крайне сжатые сроки постпродакшена, что торопило всю команду к выходу в июле 2000 года, что касаемо Люди Икс. Самое интересное, что у Файги в Marvel Studios сейчас вся та же самая проблема, ничего не изменилось. И чтобы сэкономить на визуальных эффектах в Людях Икс, была поставлена задача сфокусироваться на раскрытии персонажей и их внутренних конфликтах. Для этого Кевин внимательно изучал первоисточник и подмечал увлекательные сюжетные повороты. Именно благодаря своему такому рвению на съемках Люди Икс, Кевин стал из мальчика на побегушках членом команды. Кевин не был фанатом комиксов. Все его знания о супергероях основывались на фильмах и мультсериалах. И чтобы восполнить этот пробел и выполнить свои обязанности, он начал читать истории о приключениях мутантов. И чем больше Файги читал комиксы, тем больше он понимал кинематографический потенциал первоисточника. И когда на съемках возникал вопрос «А как нам снять вот эту сцену? Или вот эту сцену?» Файги просто думал про себя «Да сделайте так, как написано в комиксах. Не надо ничего менять». По словам писателя графических романов Марвел Крейга Кайла, именно Кевин подсовывал актерам комиксы, несмотря на запрет режиссера. А еще он настоял на том, чтобы прическа Хью Джекмана была более звериная. Видимо, поэтому спустя годы Хью Джекман отсылает лучи добра Кевину Файги. На самом деле, без шуток, Хью Джекман постоянно положительно высказывается о Кевине Файге, говорит, что он супер чувак и вообще с ним работать одно удовольствие. Когда шла разработка сценария, Файги делал заметки, которые позже, сначала из вежливости, а потом уже из любопытства читала Лорен Шулер Донор. Эти же записки привели его в офис, где продюсеры и режиссер проекта обсуждали нюансы съемки. По словам того же Крейга Кайла, именно Файги помог спасти первый фильм о Людях Х в сотрудничестве с Арадом. Если что-то шло не по плану, Кевин информировал об этом Ави. Однажды он позвонил и сказал, Ави, он совсем не похож на Логана. Но Файги был также тем человеком, который все время защищал Хью Джекмана на роли Росомахи, потому что его ругали всегда за рост, потому что Росомаха в комиксах он низкий. Ругали за рост, что ну вообще это не Росомаха, какой из него Росомаха? А Файги говорил, какая разница, как он выглядит, главное, чтобы он соответствовал персонажу из комиксов, то есть вот характером он был такой же. Ну, он что-то знал, потому что Хью Джекман уже долгие-долгие годы и по-прежнему в принципе играет Росомаху. Файги понимал всю мощь комиксов еще до премьеры фильма о Людях Икс, а после это убедило и остальных. Фильм собрал в прокате 296 миллионов долларов и заполучил аудиторию не только преданных фанатов, но и обычных зрителей. Не зря говорят, что история циклична. Ох, как не зря. Люди Икс стали поворотным проектом не только для индустрии, но и для Кевина. После завершения съемок один из сценаристов сделал подарок для всей съемочной команды в виде ручки с надписью X-Men Brain Trust, что убедило Кевина в том, что он внес ощутимый вклад и стал полноправным членом команды. Видимо, после этого Кевин полюбил кепки с логотипами новых проектов Marvel Studios. Рвение Кевина Файги не осталось незамеченным и Авиарадом, который сразу после окончания съемок пригласил его в качестве своего ассистента. Заключение Теперь нам известны действующие лица, которые повлияли на становление Marvel Studios и можно перейти к истории, как фильмы по комиксам захватили Голливуд и исполнили мечту Стэна Ли, Авиарада и Кевина Файги. Надеюсь, вам было интересно послушать историю Кевина Файги. Разумеется, на этом она не заканчивается. Дальше он работал еще над Человеком-пауком Сэма Рэйми и там себя проявил. И дальше, дальше, дальше постепенно, пока не началось создание Marvel Studios компании и первые фильмы Железный Человек, Невероятный Халк и так далее. Но это уже совсем другая история. Если ролик вам понравился, вы хотите его поддержать, то самая лучшая поддержка это поставить лайк, написать комментарий, как сильно вам понравилось, что вам понравилось, может быть, где-то подредактировать, сказать, что вот мне так надо было написать, не так надо было смонтировать и прочее. Короче, пишите критику или свои пожелания в комментариях, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, увидимся в новых видосах, пока! Субтитры сделал DimaTorzok